Дизайном одежды я хотела заниматься прям со школы. Я прям очень любила рисовать платья, рисовала бесконечно их, сама модничала. Начиналось все со свадебного салона, мы с подругой поехали в Польшу и купили первые свадебные платья. Затем мы сдавали их в прокат. Потом мы быстро поняли, что девушкам не всегда нравится то, что покупаешь, а нет возможности каким-то образом это изменить, поэтому мы приняли решение шить сами. Все начиналось с небольшой мастерской. Мы буквально несколько швей, мы это все производили собственными силами, можно сказать, сами придумывали, сами все это создавали. Это было время подъема, если вы помните, это 2000-е годы, и тогда был вообще по всем подъем. И, конечно, все очень стремительно стало развиваться, и мы в том числе. Очень важно найти свой стиль. Стиль всегда принадлежит человеку, который его создает. Я делаю то, что мне нравится, и все время думаю о том, одела бы я это или нет. Смогут ли конкретные девушки вот это одеть? Любой товар можно продать единожды. Один раз можно продать все, что угодно. Другой вопрос, захочется ли человеку еще раз купить вещь, в данном случае платье. Поэтому над этим мы очень сильно работаем, потому что мы хотим иметь с нашими клиентами, с нашими покупателями долгие отношения. Как вы относитесь к тому, что в 21 веке активно используются соцсети для продвижения своего бренда и своих товаров? Зачисляю, не самые хорошие вещи имеют какое-то массовое очень влияние и массовое потребление. Еще совсем до недавнего времени я сама вела все странички Инстаграма, потому что, ну, я считаю, так должно быть. Вот все-таки человек, причастный к созданию платьев, наверное, он должен вести эти странички, потому что я обладаю самым большим количеством информации. Я постоянно работаю на съемках, я постоянно езжу на показы. То есть я все время нахожусь в центре событий, происходящих вокруг нашего модного дома. Другой вопрос, что у меня нет профессионализма в этом. И, конечно, получалось, ну, как-то, на мой взгляд, не совсем профессионально. Вот сейчас мы уже пригласили профессионала на эту работу. Я думаю, что вы увидите немножечко другой Инстаграм. Продвижение – это здорово, это сейчас основной метод быть замеченными, основная возможность, чтобы тебя заметили, о тебе узнали. Даже журналы уже, вот наши привычные рекламы, которые мы давали раньше, они уже не имеют такого действия, как сейчас соцсети. Есть ли проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, занимаясь бизнесом? Когда вы видите наши фотосессии, вот невольно возникает вопрос, что они сделаны все на очень худеньких, очень субтильных девушек. Но я хочу предупредить наших покупательниц больших размеров, что их ждет очень-очень большой хороший сюрприз. У нас в Доме моды ведется очень большая работа над проработкой именно лекал с посадкой на девочек крупных. Прорабатывается все до мельчайшей детали. Когда мы создаем большие размеры, соответственно, все подвигается, увеличиваются расходы кружева, прикрываются места, которые не хотелось бы, чтобы были открыты и так далее. То есть вот над этим ведется очень-очень большая и кропотливая работа. Сейчас вообще сложно что-либо начинать, потому что предложение огромное и во всех сферах. Если раньше можно было чем-то начать заниматься, и ты мог быть почти одиноким в своем стремлении, в желании, и там, как правило, если хватало упорства, то это заканчивалось успехом 90%. То сейчас уже очень сложно, потому что практически все ниши заняты. Это должен быть какой-то креатив, это должна быть какая-то оригинальная новая идея. Мы должны чем-то постоянно удивлять. Если вы найдете какой-то в себе талант, какую-то изюминку, вот это и есть залог вашего успеха.